Сейчас смотрим вот на такое. Значит, из Инстаграма прилетел вопрос. Это тоже наша ученица Оля. Она прислала вот такое платье. Оно на самом деле похоже на платье, которое мы с вами уже разбирали. Но, конечно, с отличием, с определенным. Рукавчик явно рубашечный, потому что смотрите, как задирается у него вот эта вот серединка рукавчика. Вот здесь, да, явно рубашечный рукавчик. Затем карманы, как бы какие-то, да, и от карманов идут драпировки вниз. Видите, карман, и тут драпировку я вижу. Пестрые ткани плохо, что видно. То есть, если в том платье санатории у нас вот этот вот подрез был по центру, и мы делали раздвижку, то здесь у них два подреза по бокам. И третье, что я вижу, от горловинки идут тоже драпировки. И на спинке вот она слабина идет, да, и на полочке тут какие-то заложены защипы, которые дальше идут вот в такие вот складки. То есть, применена, скорее всего, комбинированная раздвижка лучевая плюс параллельная, потому что внизу она очень широкая, а вверху она очень аккуратная. То есть, здесь комбинированная раздвижка, я думаю, выполнена, и сделано вот то, что мы видим. А рукав, по-моему, просто рубашечный, потому что очень характерный для него вот такой вот заломчик. Ну и, конечно, видите, оно тоже такое очень длинное. Сейчас я его срисую, и мы подготовим, и подготовим мы следующее. Следующее задание. Значит, разбираем платье. Не знаю, как его назовем, ну, не знаю как. Пусть будет просто платье. Значит, оно А-образного силуэта, поэтому вот такое. Оно достаточно широкое внизу и длинное, поэтому мы вот так рисуем. Вырез горловинки нам не очень видно, но он не какой-то не очень большой. Главное, чтобы горловинка наша прошла. Нарисуем вот пока так. Рукав у него вот такой, достаточно широкий. Рубашечный или он из вточного сделан вот таким вот раздвижкой лучевой снизу, и сделан вот таким вот рубашечным. Дальше. Вот здесь у него явно вот такие вот два, а может быть и больше вот таких вот застроченных сверху, как бы складочки, да, а вниз идут вот такие вот эти два или три, может быть, вот здесь, а не застрочены. Здесь у нее такой вот как бы клапан пришит в области кармана, да, и от кармана вниз еще идут вот эти драпировки. Вот так вот идут драпировки внизу. А спинка как сделана? А спинка сделана, ну, силуэт повторяется, вот такой вот широкий, да, рукавчик повторяется, очень рубашечный рукав. То есть очень большая разница между высотой оката рукава и нашей проймой. И здесь тоже вот что-то, наверное, вот такое вот. Вот такое вот что-то, да. И здесь они дают нам вот такие фалды. Давайте посмотрим, что мы сделаем. Что мы, во-первых, возьмем за базовую конструкцию. Так как девушка, которая представляет нам это платье, она стройная, тоненькая, размер у нее 42-44, да, скорее всего, что у нее взята базовая конструкция без нагрудной выточки. Потому что это любит любая промышленность. Меньше возни в конструировании, в моделировании и все. Если вы такой же размер имеете, пожалуйста, повторяйте эту всю историю. Если вы полненький человек, начиная там с 48-го хотя бы размера, и не хотите, чтобы низ у вас провисал, вот, вернее, задирался впереди, я бы все-таки сюда пестрая ткань добавила нагрудную выточку. Это решает все проблемы. То есть нагрудная выточка есть, ткань пестрая, ее совсем не видно. Спокойно уносите ее, отводите ее в боковой шов, как мы это умеем с вами делать. Давайте я не буду опять очень сильно, как говорится, тут заморачиваться. Это выточка нагрудная. Это наша пройма. Плечевая выточка тоже, она как бы присутствует, чтобы у нас все было хорошо и на своих местах. И длинная достаточно это наше изделие. И мы построили с вами вот такую базу, как всегда. Мы ее построили, дальше мы начинаем с ней работать. Во-первых, мы видим, что вот эту выточку, разберемся с выточкой. Значит, сразу отсюда ее уберем, а вот сюда мы ее сделаем. Это мы ножничками разрежем, эту закроем и все. И забыли об этом. После того, как закроем эту выточку, мы можем оформить горловинку, потому что сейчас она нам мешает. Сейчас она нам мешает. Ну, я думаю, так, 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 как бы вам лучше. Ну, ладно. Так, это талия у нас пусть будет, это бедра у нас будут. Давайте я все-таки нарисую, как у нас закроется. Когда у нас закроется, у нас плечико будет выглядеть вот так, проймочка у нас будет выглядеть как-то вот так, да. И здесь у нас появится вот такая вот выточка. Вот так у нас будет выглядеть наше изделие, если мы переведем эту выточку сюда. Во-первых, мы ее укоротим, потому что мы зону недоступности знаем с вами, да. И, в принципе, вот эта часть, она уже нами меняться не будет. Вот эта часть, да. Так. Здесь мы плечико на 3 сантиметра, чтобы голова проходила, нет застежек нигде на этом платье. Минимум вот здесь 3 сантиметра от горловинки убирайте. Ну и сюда тоже 3 сантиметра убирайте. И переоформляйте горловинку вот так. То есть плечико стало покороче. И вот так вот, да. Затем повторяется эта история на спинке, да. То есть на 3 сантиметра тоже укоротили. Немножко углубили вниз. Эту выточку лучше перевести уже вот сюда, да. И она у нас будет выглядеть как-то вот так вот. На спинке. Давайте другим карандашиком сделаем спинку. Пусть будет этим. Пусть будет этим, допустим же, да. Так вот спинка будет у нас выглядеть. Так, так, так. И вот так вот. И вот так. Это понятно. То есть с выточками разобрались. Теперь А-образный силуэт. Значит, мне нужно обязательно... Так, внизу линейки. Выбрать вот это вот отведение для полочки. Для полочки. Нарисую сюда. Вот у меня полочка как нарисовалась. Она будет уже такая трапециевидная форма. То есть вот это расстояние внизу, какое его выбрать, вот это расстояние. Судя по этой картинке, и оно очень длинное у нас, это где-то, ну, сантиметров семь, наверное. Семь, а то и десять. Десять, а то и пятнадцать, может быть, сантиметров, в зависимости от того, что вы хотите. Вот. Вот. Спинка, соответственно, копируется сюда же. Не буду загромождать. Вот так вот будет выглядеть у нас спинка. Это боковой шов. Теперь надо выбрать место вот для этого подрезика. Выбираем линию талии, так как это карман, не более семи сантиметров вниз. Может быть, чуть-чуть пониже. На три, на два, на четыре, но не более семи. Вы рисуете вот этот подрезик. Нарисовали. Сориентировались вот с этой точкой, до куда она у вас доходит. Ну, вот хочу широкий, допустим, шириной 20 сантиметров вот так вот взять. Выбрала от бокового шва до вот этого места. Это у меня 20 сантиметров. Вниз перпендикулярная линия. Все. И вот этот фрагмент. Значит, основная деталь у полочки выглядит вот так. Да? А мы ее раздвигаем вот на эту драпировку, увеличивая в полтора раза. И немножко расширяем к низу, чтобы у нас поддерживался вот этот вот весь вариант. То есть, вот эта боковая часть, здесь у нас пойдет присборочка, да? Она увеличивается раза в полтора против 20. То есть, сантиметров 30 длиной ее можно сделать. И вы получили вот этот узел. Теперь давайте вот к этому узлу перейдем. Здесь три точки. Нас интересует первая и вторая. И, соответственно, там на развороте будет третья. Что бы я сделала? Я бы нарисовала вот это у нас серединка переда. Так. И я бы нарисовала вот этот вот лучик. Лучик. Это первый лучик я нарисовала. Это второй лучик я нарисовала. Первый лучик и второй лучик. И по этим лучикам как бы вы раздвигаете ткань, да? Настолько, насколько хотите. То есть, разрезаем нашу выкройку до конца. И делаете либо параллельную раздвижку. Лучевая здесь не подойдет. Я бы не стала ей делать. Либо параллельную и лучевую, то есть, комбинированную. То есть, внутри вот этого разрезика, после того, как вы разрежете вот это все ножничками, да? И по этой стороне тоже, конечно. Вы раздвинете на какую фигурку? Вот на такую фигурку. Это будет комбинированная раздвижка. Тоже мы с вами проходили. А потом сверху вы защьете вот это все. И вот вам будет защип, который тут ярко видно на каком-то уровне, да? Может быть, ниже линии груди. И все. И то же самое вы повторите с нижней частью. Здесь уже швов нет. То есть, вот выполнив вот эту раздвижку, вы вот эту вот деталь, вот эту деталь, да, полочки, она у вас все равно будет вся целая. Вся целая, только она будет вот здесь вот где-то значительно шире. Она окажется у вас вот такой вот значительно шире за счет того, что будет иметь вот эти вот, ну я не буду их прорабатывать, я думаю, вы меня поняли, что она будет у вас вот так вот выглядеть. Вот деталь полочки у вас будет выглядеть. И тут будут у вас какие-то защиточки сделаны. Все. То же самое на спинке, мои хорошие. То есть, вы точно так же найдете два лучика, сделаете раздвижку и вот так, и вот так. И спинка, потому что она комбинированная раздвижка, будет выглядеть тоже. И это добавит вам динамики со стороны спинки. Видите как? То есть, увеличится вот насколько, увеличится вот насколько, и будет тот объем, который мы видели с вами на нашей модели, на фотографии. Будет очень динамично, очень красиво и очень хорошо. Спасибо. Спасибо.